Есть еще такое техническое действие, как сайдстеп. Будет отдельное видео. Можем здесь еще тоже напомнить, как его делать. Который помогает уходить в сторону. То есть тоже относится, скажем так, к смещению, к передвижению. То есть как мы делаем сайдстеп. То есть сайдстеп мы делаем смещением в сторону, с ударчиком и подхватом ноги. То есть в одну сторону и в другую. То есть подготовительное упражнение на одной линии ноги ставим во фронтальной стоечке. Разворачиваемся, если бью слева, вправо. Если бью справа, разворачиваюсь влево. Нанес так несколько ударчиков. Потом уже пробую бить перед собой, при этом амплитудно разворачиваться плечами, корпусом. И потом подхватываю ногу. Бью справа, оп, подхватил ногу. Бью слева, оп, подхватил ногу. И обычно сайдстеп делается с ударом сбоку. Хотя иногда и прямые тоже. Оп, боковой. Оп, боковой. Дальше из боевой стойки уже. То есть бьем слева, ногу подтянули. Бьем справа, ногу подтянули. И потом чуток побыстрее. И все то же самое. Подбородок наклонили, кулачки зажали, локти поуже, ноги согнуты. Дышим на каждый ударчик. И руки меняем во время нанесения атаки. Левая бьет, правая на защите. Правая бьет, левая на защите. Дальше у нас есть смещение после атаки. Когда мы нанесли какую-то атаку, простую двоечку, то есть выбросили пару ударчиков, мы делаем шаг в сторону и сместились. Бьем правый, левый шаг в сторону и сместились. Для того, чтобы не пропускать ударов. В самом начале я советую смещаться просто пристальным шагом. То есть когда на разминке есть упражнение, то есть одна нога в сторону, другую подтягиваем. Здесь то же самое, делаем это в боевой стойке после атаки. Раз, два, вот просто сразу ушли. И опять. Раз, два, руки на защите, просто сразу ушли. Вас могут зацепить, но тем не менее это уже будет не так болезненно. Более профессионально, это когда мы делаем с уклоном. Уклон, это будет еще отдельный урок. Если вкратце, то есть мы присаживаемся на ногу, уклон влево. Правое плечо тянем к левой ноге и чуть-чуть скручиваемся. И делаю одновременно шаг. 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 И потом поворачиваюсь. То есть я сделал шаг влево и разворачиваюсь таким циркулем. Отталкиваюсь правой ногой. Опять шаг влево, развернулся. Шаг влево, развернулся. Шаг вперед, влево. Можно сказать под углом 45 градусов по отношению к своему визави. Шаг влево с уклоном. Оп, ногу подтянули. В правую сторону немножко бывает сложнее, чуть неудобнее уходить. Ну, похожая тема. Шагаем правой ногой, левое плечо, правой ноге. Наискосок вперед, по диагонали вправо. Вправо, левое плечо, правая нога вправо. Оп. Можно ноги подтянуть. Еще раз. Шагаю справа. Оп. Развернулся. Шагнул справа, левое плечо к правому колену. Оп. Развернулся. Шагаю справа, развернулся. Можно сделать подшаг. Шаг справа, слева и опять подшаг справа. Вы уже это почувствуете интуитивно. Ну и в бою мы это наносим. То есть раз-два, уклон, подшаг. Раз-два, уклон, подшаг. Раз-два, уклон, подшаг. И в другую сторону. Левый, правый. Руку забираю сразу с уклоном. Оп. Сместился. Раз-два, уклон, подшаг. Раз-два, уклон, подшаг. Раз-два. Оп. Уклон сместился. Это смещение после атаки. Тоже мы, можно сказать, относим к такому техническому действию защитному. И как передвижение. Такое достаточно сложное, как для новичка. То есть у нас есть сайдстеп. Есть уходы, смещения после атаки. И есть еще работа первым номером, когда мы обрезаем углы. Лучше всего, конечно, это показывается спарринг-партнером на сегодняшний день. Пока нам нужно будет это представлять. То есть когда спарринг-партнер от нас уходит, если он уходит по прямой, мы просто его поджимаем. Но если он начинает уходить вправо, я буду вот так вот за ним постоянно кружиться, то у меня вряд ли что-то получится. Если он уходит в эту сторону, я не просто за ним прямо иду. Я иду за ним, обрезаю вправо. Он уходит влево, я вперед и по диагонали влево. Еще влево, еще влево, уходит справа, вправо, влево, влево, вправо и потом бум-бам-бам. И потом уже начинаете поджимать. Это, конечно, на словах легко, если партнер очень подвижный. У вас будет всего лишь один момент, когда вы будете поджимать его в определенной точке. И он будет все равно смещаться, подныривать, уходить. Вы можете его словить на контратаке. Но в целом это будет эффективнее, чем если вы будете гоняться, как кот за своим хвостом.